Всем привет! Это FreeStudio21.com. Продолжаем читать тексты из Solutions Upper Intermediate 2018 года издания. И это текст из 2-го юнита Cycle Thieves, We Are Watching You. То есть, воры велосипедов, мы за вами наблюдаем. И далее, собственно, наш текст Solving Crime, то есть, решая проблему преступлений. Carrying out experiments is common practice in universities, but teachers from Newcastle University were amused to discover that they had been the subjects of a secret test. Dr. Melissa Batten, a psychologist, wanted to find out if she could change their colleagues' behavior when it came to paying for their hot drinks. Teachers were expected to put money in a box in the staff room, but nobody controlled how much money each teacher gave. Dr. Batten put a large picture of sunflowers on the wall behind the box for a few weeks and then replaced it with one of a picture of a pair of human eyes. At the end of the experiment, Dr. Batten found that teachers paid almost three times more for their drinks when the picture of the eyes was on the wall. Проведение экспериментов – это типичная, обычная практика в университетах. Но преподаватели в университете Newcastle были удивлены узнать, что они сами стали объектами тайного исследования. Доктор Мелисса Бейтсон, психолог, хотела выяснить, может ли она изменить поведение своих коллег, когда дело доходит до того, чтобы платить за горячие напитки. Ожидалось, что преподаватели будут класть деньги в коробочку в комнате для персонала, но никто не контролировал, сколько денег каждый преподаватель туда давал. Доктор Бейтсон повесила большую картинку или фотографию с какими-то цветами на стену сзади коробочки на несколько недель, а затем заменила ее какой-то картинкой с парой человеческих глаз. В конце эксперимента доктор Бейтсон выяснила, что преподаватели платили более чем в три раза больше за свои напитки, когда картинка с глазами была на стене. Итак, что мы имеем? carrying out experiments проводить эксперименты. Но здесь имеется в виду проведение экспериментов, это герундий, поэтому он подлежащий, поэтому вот так странно это выглядит, и его так странно переводить. Далее, common practice обычное дело или обычная практика. Можно говорить common business, можно говорить usual business, тоже вариант, тоже можно. Далее, teachers were amused to discover. Здесь можно понимать, как были удивлены, а можно понимать, как были озадачены. Немного узнать. Discover здесь синоним, слово learn, по большому счету. Значит, они были, обращаем внимание, у нас past perfect стоит, то есть до того, как они это узнали, они были объектами или субъектами тайного теста или тайного эксперимента. Далее, вот это интересное, wanted to find out, хотела выяснить. А далее у нас стоит if, и не надо вестись на это, if это не условие, это косвенный вопрос. Здесь косвенный вопрос, без вопросительного слова. Здесь можно было бы whether поставить, если, ну, хочется. Но, тем не менее, это как бы ли наше. То есть, она хотела узнать, могла ли бы она изменить поведение своих коллег. Далее, colleagues с апострофом, это притяжательный падеж, множественного числа. Далее, вот это, when each came to pay for their hot drinks, когда это доходило до планы за их горячие напитки. То есть, когда дело шло о том, чтобы платить за напитки. Это не дословный перевод, но при этом нужно понимать, что it у нас, по сути, подлежащее. It comes to, и обычно это с when употребляется, и мы получаем вот такую вот фразу. When it comes to, когда дело доходит до чего-то, обычно после этого to, здесь не надо вестись, тут здесь не частица перед инфинитивом, это просто предлог, не более того. Дальше у нас инговая форма стоит. Или же, как вариант, у нас может стоять предмет, noun какой-нибудь. Когда доходит до чего-то, дальше может даже запятая стоять, и дальше, собственно говоря, предложение полноценное, то есть, при условии чего-то, кто-то делает что-то. Здесь такое, если угодно, это разновидность time clause, то есть, придаточное предложение времени. Далее, teachers were expected to put. Сложное подлежащее стоит, значит, здесь лучше начинать переводить вот отсюда. Ожидалось, что преподаватели будут класть деньги в коробочку. Значит, далее у нас staff room, это комната для персонала, или комната для преподавателей, если быть уже точным. Далее, никто их не контролировал, и далее у нас вот это. Put a large picture of sunflowers on the wall. Возможно, кого-то напрягает вот это put, потому что, ну, мы привыкли, чтобы повесить картинку, это hang там какое-то, или как-то еще, а здесь put. Именно put и желательно ставить. Здесь прикрепить, в самом общем смысле слова. Как она ее там прикрепила, то ли на клей, то ли на слюни, то ли еще, но что-то это все не важно. Обращаем также внимание, что когда у нас картинка и уточняется изображение, у нас будет of. Картинка нескольких цветочков, или каких-нибудь цветочков. Здесь не совсем понятно, о чем идет речь. У нас обязательно должно быть of. То есть, a picture of you, допустим, твоя фотография, или до слова, фотография тебя. Далее, replaced it with one of a picture, и все такое. Значит, replaced it, заменила ее, то есть, содрала эти цветы, и приклеила туда глаза. Значит, replace, обращаем внимание, дальше что именно, а потом обязательно with, а потом второе, на что заменили. И далее, a picture of a pair of human eyes, pair of eyes, пара глаз. В принципе, можно было просто сказать, a picture of human eyes, этого было бы достаточно, но проблема с picture of human eyes была бы в том, что глаз там могло быть миллион на этой картинке, ну то есть, много людей, сфотографированные глаза. А здесь именно вот то, что мы видим вот над текстом. Вот это вот pair of human eyes, то есть, непосредственно одна пара глаз, не более того. Поэтому и ставят pair, чтобы было понятно, что там не калаш какой-то из глаз, а что это просто кусок фотографии. At the end of experiment. Обращаем внимание, at the end, в конце эксперимента. Далее, paid almost three times more. Тоже интересное выражение, almost это почти, а three times втрое, а дальше больше. Значит, почти, втрое, больше. И далее за напитки, и так далее, и тому подобное. Окей, продолжаем дальше. Бейтсон, concluded, что мы были программой чтобы респондить eyes, даже pictures of eyes, и believed that her posters could help combat crime. A few years later, another experiment at Newcastle University proved this to be true. The experiment involved one of the items most vulnerable to theft that students possess, bicycles. Three posters were made with a warning sentence under the image of a pair of eyes. It said, cycle thieves were watching you. Amazingly, the crime rate for bicycle theft fell by an incredible 62% in the places where the posters were displayed. The police and transport authorities quickly became interested in Dr. Бейтсон research, and they have since used posters of hostile pairs of eyes in their crime prevention campaigns. Доктор Бейтсон заключила, что мы запрограммированы реагировать на глаза, даже на картинки с глазами, и считала, что ее постеры или ее плакаты могли бы помочь бороться с преступностью. Через несколько лет другой эксперимент в Университете Денинью Касла подтвердил, что это правда. В эксперименте принимало участие предметы, которые наиболее подвержены краже и которыми владеют студенты. Это велосипеды. Три плаката были размещены с предупреждением под картинкой с парой глаз. Там было написано «Воры велосипедов, мы наблюдаем за вами». Удивительно, что уровень преступлений среди велосипедных краж упал на невероятные 62% в тех местах, где постеры были размещены. Полиция и транспортные власти быстро заинтересовались исследованием доктора Бейтсен и с тех пор использовали плакаты агрессивных, с агрессивным взглядом глаз в своих компаниях по скажем так профилактике преступности или предотвращению преступности. Итак, значит concluded заключила очень хорошее слово и далее что собственно говоря она заключила какой вывод она сделала. Далее we are programmed to respond отвечать это если дословно но здесь имеется ввиду react реагировать каким-то образом и обращаем внимание на предлоги. И далее combat crime бороться с преступностью и вот это интересно proved this to be true что this this это вот это утверждение которое выше вот это и есть this и далее обращаем внимание у нас по сути здесь стоит сложное дополнение то есть this это первое дополнение to be true это второе дополнение да оно такое пассивное немного с состоянием ну и что какая разница у нас первое дополнение и инфинитив дальше далее experiment involved можно говорить что эксперимент задействовал но это как-то не звучит в эксперименте принимали участие но речь идет о велосипедах велосипеды не могут принимать участие поэтому в эксперименте задействован и далее one of the items most vulnerable to safety вот это очень хорошая фраза когда я хочу сказать что что-то подвержено чему-то в данном случае предметы наиболее подвержены здесь неуязвимые именно подвержены чему воровству или кражам и далее которыми студенты владеют здесь очень хочется поставить запятую но этого не нужно делать потому что это не есть уточняющее предложение это как бы продолжение мысли далее две точки тем более еще поставили warning sentence предупредительное предложение что это it said it это в смысле предложение warning sentence это вот это вот it оно сюда относится оно говорило оно гласило это в смысле предложения далее все более-менее ясно a crime rate for bicycle theft можно сказать уровень кражи велосипедов это будет правильно игнорировать при этом crime можно сказать уровень преступности в сфере кражи велосипедов тоже правильно будет ну в общем как кому больше нравится и далее упал ну можно сказать decreased почему бы и нет далее buy обращаем внимание на предлоги насколько упал и дальше 62 процента incredible могло не стоять то есть когда у меня fall или rise это не важно что у меня там рост падение у меня обязательно должно быть buy на а потом проценты будут стоять обычно рост или падение указывается либо в процентах либо в разах и там buy 5% далее значит в местах где постеры были размещены если дословно показаны ну в принципе если размещены так и показаны далее transport authorities власти по транспорту по большому счету это ГАИ ну или как еще их назвать транспортная полиция became interested in обращаем внимание опять на предлоги быстро заинтересовались вот так это говорится заинтересоваться это или grow или get или become interested и далее значит с того времени обращаем внимание что since здесь нагло влазит между вспомогательным глаголом и основным мы привыкли что в перфекте так может стоять just ну already ладно ну еще ever может быть но на худой конец yet ну чтобы since так стояло так вот так может стоять абсолютно любое наречие которое характеризует само действие способ действия или манеру действия и поэтому здесь так можно делать здесь конечно можно было бы сказать что since then they have used process of hostile eyes но можно и вот так как здесь обращаем внимание что отправной точки в прошлом у нас фактически нет она как бы подразумевается в предложении здесь по большому счету все то что перед этим является привязанным к этому since но если повторить еще раз все зачем а так всем все ясно но при этом надо понимать что since относится к тому времени когда они заинтересовались то есть по большому счету это вся первая часть предложения до самого end далее hostile pairs of eyes если дословно агрессивные пары глаз и далее crime prevention campaign компания по профилактике преступлений можно сказать по предотвращению преступлений это тоже будет правильно следующий абзац during the 1960s and 70s industrialized countries suffered an incredible crime wave and violent crimes such as muggings rape and murder increased it an alarming rate what is more experts told worried politicians to expect it to get worse only it didn't instead it got much much better in the 1990s crime started to fall dramatically and today it is down by almost 50% across the industrialized world and continues to fall the big question of course is why в течение 60-х и 70-х годов индустриальные страны страдали от невероятной волны преступности и преступлений с насилием таких как уличные ограбления изнасилования и убийства которые возрастали с тревожной скоростью более того эксперты говорили обеспокоенным политикам что следует ожидать худшего однако этого не случилось вместо этого ситуация стала намного намного лучше в 90-е годы преступность начала стремительно падать и сегодня она упала почти на 50% по всем развитым индустриальным странам и продолжает сокращаться большой вопрос конечно же почему значит industrialized countries но industrialized могло не стоять здесь countries suffered и далее у нас без всяких предлогов стоит incredible crime wave значит пострадали от невероятной волны преступности или вала преступности можно даже сказать здесь это созвучно фразе когда мы говорим suffer и дальше употребляем какую-нибудь болячку suffer measles например или что-нибудь еще короче говоря какая-нибудь зараза после suffer или хронические какие-то заболевания вот это из этой же серии примерно то есть это тоже как бы заболевание только общество далее у нас начинается перечисление преступности mugging это уличное ограбление ну то есть gop stop по большому счету rape это изнасилование ну и matter без комментариев значит увеличились или увеличивались и далее обращаем внимание опять на предлоги at an alarming rate вот это rate это speed по большому счету это скорость но когда говорят speed это обычно физическая скорость то есть речь идет о движении транспортного средства а когда rate это в переносном смысле это грубо говоря когда у нас график и вот у нас этот прирост пресловутый вот это rate то есть вот этот вот участок вот этот прирост вот это по большому счету скорость графика если угодно далее эксперты говорили обеспокоенным взволнованным как угодно но обеспокоенным как-то лучше политиков ожидать и дальше это это в смысле crime rate или violent crimes и далее у нас опять по сути complex object вот это it это первое дополнение to get worse это второе дополнение далее it didn't вот это it didn't оно относится к вот этому it get worse то есть оно не случилось оно это вот это it и далее опять это it повторяется то есть это опять crime rate или crime wave как угодно и далее much much better стало намного намного лучше далее fall dramatically стремительно падать то есть очень-очень быстро по большому счету здесь можно было quickly поставить и это тоже было бы правильно далее it is down она сократилась то есть имеется ввиду опять преступность здесь it везде это вот этот вот crime wave и дальше опять обращаем внимание у нас проценты by 50% это вот это то же самое здесь это вот точно как здесь fall rise by 5% а здесь down by ну almost могу не стоять 50% и далее across the industrialized world по всему индустриальному миру ну по всем развитым странам скажем так далее продолжает падать и в принципе больше здесь ничего такого интересного нет и здесь я остановлюсь это ровно половина текста насколько я вижу остальная половина будет на следующий раз во второй части ссылка на вторую часть будет стоять в описании видео спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал субтитры Продолжение следует...